1 2 3 1 2 3 меня слышно хорошо или нет 1 2 3 1 2 3 2 3 3 4 5 6 6 8 9 10 9 10 10 11 11 11 11 12 14 15 15 15 16 18 18 19 19 20 19 20 23 22 22 24 22 23 25 Продолжение следует... 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 Это женщинам в первые несколько лет после наступления менпаузы. Желательно делать даже, ну, как бы, знаете, денсиметрия, это как, ну, грубо говоря, кардиограмма костей. То есть мы смотрим кость, вот ультразвуковую пробиваем ее, и смотрим ее плотность, и есть ли там какие-то нарушения. Второе показание к этому исследованию, это людям, имеющим два и более фактора риска остеопороза, которые мы вам перечислили раньше. Генетическая предрасположенность, недостаток половых гормонов, состояние постменпаузы, недостаточное питание, сидячий или малоподвижный образ жизни, гормональные нарушения, заболевания системы пищеварения, болезни почек, ревматические заболевания, прием медикаментов, прием, к примеру, глюкокортикоидов. Следующее показание всем людям, имевших один или более переломов в возрасте старше 40 лет. Третье, после травмы автомобильная авария, падение с большой высоты, спортивные травмы. Следующее, людям, длительное время принимающие гормоны, пренезолон или гормоны щитовидной железы. Людям, у которых заподолжен остеопороз, при проведении рентгологических исследований кости. И людям, получающие лекарственную терапию остеопороза для контроля эффективности лечения. То есть, это исследование мы делаем в областной больнице, в ПИСУ-19 кабинете. Можете записать телефон 772-62-68, каждый день с 9 до 15, кроме субботы и воскресенья. Так, следующее у нас будет. Другими еще есть инвизионными методами оценки костной ткани, это являются биохимические маркеры, которые позволяют определить скорость протекания процессов костной ремоделирования уже через 3-4 месяца от начала лечения. Значит, такими маркерами скорость образования или разрушение метрикса костной ткани может оцениваться либо при измерении активности специфических ферментов, кости образующих или кости разрушающих клеток, или путем определения компонентов, поступающих в кровоток во время синтеза или резорпсикостей. Таким показаниям относятся 25-гидроксид-холикальцильферон, витамин D3 общий, остаза, количество определения, остеокальцин, парадгормон, маркер формирования костного матрица, маркер костной резорции. Эти анализы делаются, они делаются в этих частных лабораториях, в Синеве, в Смарлапе, но они достаточно дорогие, но все равно, если есть желание, то можно этим использоваться. Какие все-таки клинические проявления вот этого остеопороза, такой тихой, бессимптомной болезни, но может быть слабо выраженной. Больные остеопорозом беспокоят боли в спине. Ну, по боли в спине здесь можно говорить очень долго, и очень можно рассказывать, где остеохондроз, остеопороз, и гинекология, что там только не может на эту боль в спине. Но для остеопороза очень характерна болезнь в нижнем грудном отделе. Вот одно, вот уже является, вот пропальпировали вроде бы человек, и вот там, если появляется болезнь, это уже заподробно, это самая первая точка, с чего начинается разрушение костной ткани. Второе, это уменьшение роста, более 2,5 см за год, либо 4 см за жизнь. Появление сгорбленности, переломы костей при минимальной травме, падение с высоты своего роста, кашля, чихание, неловком движении. О развитии остеопороза косвенно свидетельствуют любые симптомы атрофии и потери коллагена, сухость кожи, ломкость костей, урогенитальные атрофические процессы, ухудшение подвижности и болезненности при движении в суставах, особенно плечевого пояса. При опросе качества жизни пациентов с остеопорозом беспокоит чаще всего боль и дискомфорт в спине. На фоне общей слабости, проблемы со сном. Однако, больные могут беспокоить самые разнообразные, боли, самая разнообразная локализация. В позвоночнике, в костях таза, в проксимальных отделах бедер, а также в костях дискомфортных отделов. У нас несколько нарастает по мере увеличения остеопороза. Возникает утомление при ходьбе, изменение походки, ограничение подвижности. Более чаще тупые, ноющие, метеозависимые, могут усиливаться даже после небольшой нагрузки по вечерам, исчезают после отдыха. Происходит укорочение туловища, уменьшение роста, нарушается осанка, выражена сутулость, нарастает грудной кифоз, выправление поясничного лордоза. С возрастом уменьшена и подвижность поясничного отдела позвоночника, как во фронтальной, так и в сагитальных плоскостях. Какие подходы к терапии? По клинике здесь, конечно, клиника очень маленькая, но чисто из практических своих наблюдений, могу сказать, что более интенсивные, более ночные чем-то очень кости, таз, тазобедные суставы, наружная поверхность тазобедных суставов. Значит, появилось показание денсиметрии, и это проще всего. Врачи по денсиметрии, которые работают, они не только проводят денсиметрию, но они дают еще полное заключение, рекомендации с диетами, препаратами и так далее. Я попозже немножко остановлюсь. Какие подходы к терапии остеопороза? Ну, прежде всего, это физическая нагрузка, отказ от привычных интоксикационных таких привычек, курение, алкоголь. Лечение движением по профилактику старческих изменений костном суставного аппарата или предотвращение их прогрессирующее, необходимо проводить при помощи солнечных ванн и движения. У человека насчитывает более 7000 мышц. Движение будет предотвращать атрофию мышц. Слесообразная лечебная гимнастика – это игровые виды спорта, танцы. Обязательно утренняя гимнастика. Она улучшает кровоток во всех суставах, пребывающие ночью в вынужденном покое. Кроме того, утренняя гимнастика повышает общий жизненный тонус, свет бодрый, дейфильный наступление, настроение хорошее повышает. В течение дня желательно проводить 2-3 сеанса гимнастики продолжительную, не более 10 минут. При наличии остеопороза целесообразен массаж крупных мышц, обходя суставы. Однако, мануальная терапия при остеопорозе позвоночника противопоказана в связи с высоким риском перелома позвонков. Использование корсетов может уменьшать боль в позвоночнике при физическом напряжении, подъеме тяжести, длительной ходьбе. Однако, длительность более 2-3 часов в сутки использования корсетов может привести к слабости мышц спины и переломам позвонков в дальнейшем. Диета В пожилом и старческом возрасте целесообразно ограничение калорийности пищи для снижения массы тела, уменьшение нагрузки на позвоночник и костно-суставного аппарата. Кроме того, уменьшение массы тела способствует двигательной активности. Если рекомендуемую энергетическую ценность суточного рациона в возрасте от 30 до 40 лет принять за 100, то в возрасте 51-60 лет ее необходимо снизить до 80%, в 61-70 лет до 70%, а в старше 70 лет до 60%. Фактором риска остеопороза является употребление более 85 мг то есть 80-го спирта, что эквивалентно 250 г вина или 650 г пива. Больше нежелательно. Уменьшая прогрессирование старения, диета с ограничением поваренной соли, пряностей, кофе, чая при достаточном количестве воды в среднем 8 стаканов в день. Большое потребление кофеина более 4 чашек в день ассоциировано с переломом мужчин и женщин. Кофеин, кофе, чай, безалкогольные напитки, шоколад способствуют выделению кальция с мочой, а давленно выводятся натрий, калий и магний. Кофеин, естественный диуретик, увеличивает количество мочи на 30%. Особенно это выражено при приеме безалкогольных напитков, одновременно кофеин, сахар и газированная вода. Чай и кофе особенно вредны в пожилом возрасте, так как в течение двух часов после их употребления резко увеличивает активность всех систем и органов, вызывая их истощение. В пожилом возрасте целесообразно больше употреблять рыбы. В рыбе содержится много фосфора, кальция, калия и железа. Рыбий жир содержит высокополиненасыщенные жирные кислоты, которые увеличивают выработку альфа-лебопротеидов и уменьшают образование липидопротеидов низкой плотности. Все это ослабляет проявление и атеросклероза, улучшает кровоснабжение всех органов и тканей, преводовращает старение. Много кальция содержится в цветной капусте, репе, брюкве, чечевице, отрубях, в сырых фруктах и овощах, а также в миндале, инжире, ягодах. Фосфор и кальций присутствуют в большом количестве в рыбе, особенно в рыбе-печенке, яичном желтке, в сыре. Витамины содержатся в отрубях, редисе, огурцах, салате, фасоли, чечевице, горохе, орехах, смородине. Применение этих продуктов необходимо для предотвращения остеомоляции. Медикаментозное лечение. Улучшение обмена клеток способствует антиоксиданты. К ним относятся витамины С, рутин, токоферон, супергидродиксуматазу, ретинол и его предшественники бета-каротиты. Бета-каротинов больше всего содержат овощи морковь, тыква, укуруза, бобовые и капуста. К группе препаратов остеопороза относятся, я тут немножко могу более так тут общее написано, смотрите. На первом месте, конечно, антиресортные препараты. Это Банвива, миокальсик, ну и селективные препараты Виста. Значит, Банвива, она является одним из препаратов мирового уровня. В принципе, остеопорозом этим препаратом лечат, остеопороз лечат как в Швеции, в Америке, в Канаде, из других странах. Она призвана таким хорошим, стабилизирующим, не дает разрушения костной ткани и останавливает остеопороз. Но применяются еще, и обязательно нужно сочетать с препаратами кальция. Кальций может быть разным, и кальцимин, и кальцидотеникомет, и кальций-Д, вот сейчас появился препарат, называется кальций-Д. Он идет с магнием и не откладывает, не образует камни, камни в почках. Конечно, препараты нужно подбирать, ну вот, вот, насчет Банвива, она сейчас идет внутривенных уколов, то есть, один внутривенный сделал, и на три месяца ты ничего не принимаешь. или бы одна таблетка в месяц она принимается. Действительно, препараты не дешевые, к сожалению, когда у человека стоит остеопороз на самой тяжелой форме, и у человека еще нет переломов, но есть сильные боли, и переломы, риск переломов возникает там 60-80%, то, конечно, вот на дансиметрии мы тоже определяем, какой риск переломов там определяется по датчикам. И, конечно, когда у человека шая, ну, вероятность или риск большой, то там уже, конечно, о деньгах думать не надо, потому что перелом любой, это три месяца лежать, это, как правило, эти переломы шейки, бедра заканчиваются очень часто летальным исходом для пожилых людей, они не все, далеко не все поднимаются. Ну, я уже написала большое спасибо, но чисто еще как артролог, как я занимаюсь суставом, я могу вам просто еще сказать такие вещи практичные. Вот в чем, почему мы занялись именно вот остеопорозом, потому что артрология, все вот мы стали замечать, что вот лечишь позвоночник, а он не проходит боль. Мы начинаем обследовать человека, там оказывается остеопороз. И что бы ты ни делал, остеопорозные боли, они такие противные, они так плохо лечатся, обезболивающие практически не помогают. Только помогают конкретно для того, чтобы определить кость, чтобы она стала крепче. Второй вариант. Чем хуже кость, тем хуже питание хряща. Потому что хрящ, он методом диффузии питается питательными веществами, он берет с кости. И если плохая кость, то и хрящ начинает потихонечку уменьшаться в объеме. Почему вот мы сейчас заметили, что очень много подростков, даже после родов молодые девочки, у которых зубы потеряли, у него остеопороз начинает хрустеть, коленки, болеть суставы, а вроде бы начинаем проверять, у него остеопороз начинается, то есть у него перспектива, если не остановить этот остеопороз, то артроз ее ждет в ближайшем ну полгода-года и у него будет хороший артроз. И так же самое артроз надо лечить вместе с остеопорозом. Чем лучше кость, тем лучше хрящу. Поэтому эти две вещи очень взаимо... Я понимаю, что на вашу голову ложатся так много всяких диагнозов и вам очень трудно с этим всем справиться, потому что мы как русские специалисты нам проще уже отборно направляете уже таких то вы просто если что-то себе из этого доклада что-то взяли на вооружение, то я буду очень рада. Спасибо большое. Если есть вопросы, да, как Миша, есть вопросы там может быть. вопросы будут. Угу, да, да, да. Сейчас я посмотрю леандровой кислоты Да, я вот увидела наиболее предпочтительный препарат леандровой кислоты Ну, они тоже, понимаете Мы вот, когда начали принимать ту же леандру наты, которая принимается одна таблетка в неделю, они, конечно, дешевле гораздо, чем бандрива Но, когда мы их начали принимать и у нас, в чем удобно, что у нас есть контроль, то есть мы через 3 месяца делаем дентиметрию повторно И когда это не поднимается, остеопороз как был, так и остается Мы, конечно, от многих препаратов отказались Ну, как бы, вот все-таки бандрива у нас занимает можно бивалось тоже он где-то близко, но как-то бандрива занимает ну, оно лучше, предпочтительнее, гораздо сильнее. Я понимаю, что там очень много у нее побочных действий, но, в принципе, она хорошо переносится, особенно внутривенный укол Таблетки они могут давать, когда одну таблетку принял, такое гриппоподозное состояние, один день, но, как правило тоже хорошо переносится. Вы понимаете в мире, та же Банвина назначается до 5 лет Мы, дай Бог, если год назначаем, потому что у человека хорошо и все, и он более-менее уже себя чувствует, у него прекращаются боли в костях, у него чувствует силу в ногах, потому что вот, знаете, вот такое ощущение, как будто ходишь на на сухой ветке, вот так образно, как мне одна больная сказала, вот такое выражение Вот ноги, как сухая ветка, ты на них опереться не можешь Поэтому Какие... Ну, понимаете, если кальциуре идет, то надо, конечно, кальций принимать, вот в последнее время самый такой препарат Мы, ну, очень много у нас было и альфа-Д3-Тева и так далее, кальций, кальций-М, вот попробуйте его, но это, понимаете, когда теряется кальций, то его надо поступать А вообще лучше всего, опять-таки, на первом месте стоит Препараты хорошо, берите натуральные продукты Кунжутное масло, рекомендую всем, одна столовая ложка Утром натощак выпил хотя бы полгода пейте кунжутное масло, укрепляет кость замечательно Просто доступно натурально Ну, второе там уже, в одной столовой ложке содержится 1200 мг кальция Ну, норма, ну, норма там до 2000, там 2500 кальция То есть, вот кунжутное масло, кунжутное семя, мак, вот эти продукты, где очень много кальция, вы будете в натуральном виде В натуральном виде оно всегда как-то больше всасывается, чем эти все таблетки Все эти таблетки, все мы знаем, что они всасываются процентов на 50-40 Они не идут полностью И все это прекрасно понимают Спасибо Спасибо Не-не, ну... Спасибо Спасибо Смотрите, действительно бивалось Он дает и поносы, и боли в животе Это, да, мы его тоже пробовали его смотреть Но вот как-то Банвила нам больше подходит, переносится В принципе, вы понимаете, я не знаю, где в Одессе еще делаются Ну, на Тейрово мы еще делаем, на Глушко 11Г Если это деситы и не могут приехать на областную больницу Остепорос проявить Понимаете, вот вы должны проверить все-таки Вот как-то, вот мой подход такой Что если, поверьте, что мы встречали пациентов, которым 70 и 75 лет А у них кость, как у молодых И, ну, нормально, норма Мы, конечно, никакой кальций не надо назначать Понимаете? И порой кальций назначают всем поголовно Это очень неправильно Это лишнее Человек пьет кальций Если у него в кости, нормально Куда он уходит? Ну, конечно, будет уходить в почки и еще куда-то Поэтому с бивалосом, ну, смотрите как Это тоже недорогой препарат Предпочтительно, опять-таки Бонглиен, остагенон, кальций Ну, такие препараты, которые легко переносятся И самое главное, что они эффективны Мы в этом убедились на протяжении 5 лет И, слава Богу, у нас как бы и боль уменьшается И качество жизни у человека улучшается Он сам не понимает, отчего у него такие вот ломота Болит всю ночь, уснуть не может Крутиться, вертиться на кровати И вроде бы как бы и здоровый человек Ну, вот сутулость, там вот такие вещи Понимаете? То есть это остеопороз Опять-таки, всегда говорю следующее Остеопороз легче, дешевле предовратить, чем его лечить Это, наверное, все болячки Я все понимаю прекрасно Вам сложно все это вместе Ну, к сожалению, нельзя то, как сантерируется на пожилой возраст Молодых тоже бывает Грыжа-шморли – это один из симптомов остеопороза Более шлятора у детей – один из симптомов остеопороза однозначно А у подростков – это, если вы помните Это такое незавращение большого бугорка в кости В области коленного сустава Шлятора И вот это один из симптомов Кальция не хватает У меня сейчас мальчик был У него пять переломов было И сейчас грыжа диска Ему всего 18 лет А грыжа диска у парня Который молодой А у него остеопороз Мы сделали этому остеопороз тяжелой формы И как бы мы сейчас его не лечили Пока мы не укрепим косточки Эффекта не будет Спасибо Я отношусь всегда положительно Спасибо за вопрос Стоматология 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 И импланты И все остальное И парадонтоз Это тоже один из симптомов остеопороза Что они не могут этим заниматься Поэтому они правильно делают Я отношусь положительно Любая диагностика кости Лучше ее провести диагностику Она не так дорого стоит Чем потом лишние препараты Делать Это Ну Я так считаю Вы как думаете сами Вам сложно все это на месте Вам виднее Спасибо Спасибо большое Мне очень приятно было с вами общаться Думаю, что мы еще встретимся Следующую тему Которую мне попросили подготовить Это остеопорозы Продолжение следует...